МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тупые эвакционные пункты, все самые необходимые продукты, теплые вещи, постельное белье, детское питание. В Казахстане появился аналог зарубежных интернет-поисковиков. Юверт – так называется первая казахстанская поисковая система, которая будет возвращать пользователям деньги. Ее разработчиками являются карагандинцы Ренат Хисамов, Александр Дьяков и Константин Злобенко. Шымкенте не могут стабилизировать цены. С продовольственных ярмарок пропали машины Стабфонда. Особой погоды Стабфонд на ярмарках не делает, но в то же время цены в таком виде торговли были явно ниже. Несмотря на большой выбор ярмарочной сельхозпродукции, многие шымкентцы уходят домой практически с пустыми руками. Цены сильно кусаются. Так, килограмм конины доходит до 1800 тенге. И это без накрутки перекупщиков. Многие сегодня покупают мясо не килограммами, как раньше, а совсем немного и гораздо реже. Правда, иногда с ценами может потвортить, говорят сообразительные горожане. Стоимость товара становится гораздо ниже, если неподалеку вдруг оказываются сотрудники Акимата или представителями СМИ. Благодаря вашей съемочной группе мне продали конину за 1300 тенге, а так продают минимум от 1400 тенге и выше, несмотря на то, что мясо подорожало, приходится покупать. Без него не можем. Нам мясо не по карману, очень дорогое. Килограмм по 1800. Это же ужас, настоящее безобразие. А ведь изначально городские ярмарки задумывались с целью стабилизации цены и поддержания малозащищенной части населения. Предполагалось, что торговать здесь будут сами сельские труженики, дабы исключить накрутку перекупщиков. В итоге основной навар сегодня оседает в кошельках предприимчивых. Спекулянты закупают овощи на оптовом рынке, а затем привозят на ярмарку и продают под видом дихкан. Килограмм прошлогоднего мелкого картофеля стоит от 90 тенге, покрупнее от 180 тенге. Из-за того, что раннего картофеля пока нет, горожане вынуждены брать дорогой павлодарский и бурненский картофель. Я как все, по какой цене продают, по той цене и покупаю. Дорого, но что делать? Приходится покупать самое необходимое. Горожане настойчиво просят, чтобы ответ работники от Акимата не уходили раньше времени, а контролировали цены до конца ярмарки. Все дорого, цены как на базаре, нисколько не ниже, наоборот. Почему Акимат не контролирует? Люди сами по себе, со своими проблемами, чиновники сами по себе. Это же не дело. Контроля нет. Мало того, на ярмарке исчезла и машина стоп-фонда. Конечно, на особой погоде не делала. Но, к примеру, тот же картофель можно было купить по 65 тенге. Просьбу горожана возобновления торговли продуктов по соццене возле городских базаров мы пообещали донести до заместителя Акима области Бауржана Жамалова. Именно он отвечает за работу сап-фонда. В Актобе пострадавшим от наводнения помогают всем городам. Компании по сбору коммунитарного груза одновременно развернулись в нескольких точках Актобе. Неравнодушные актюбинцы несут в эвакуационные пункты все самые необходимые продукты, теплые вещи, постельное белье, детское питание. Это 15-я школа. Здесь разместился один из эвакуационных пунктов. И сегодня утром здесь находился 81 человек, 26 из них дети. Все они жители дачных массивов, расположенных в районе ГМЗ. Людей расположили на кроватях в спортзале, отделили пострадавших от школьников. Так что учебный процесс не останавливается, рассказывают представители школы. У нас в данное время в школе находится 81 эвакуационных людей. Из них 26 детей находятся. Они все обеспечены трехразовым питанием, одеждой, обувью. Сейчас в данное время у нас работает медицинский кабинет. И находится полицейская служба. Уже третий день, говорят те, кто пострадал от наводнения, у них бессонная ночь. Мол, радость от прихода весны была недолгой. Дом Тимирхана Эдколова расположен в садоводческом коллективе «Сосна». Мужчина говорит, что спасался от большой воды впервые. Буквально за несколько минут вода залила весь двор. Подошла вплотную к фундаменту, а потом уже зашла и в дом. Временный приют мужчина, инвалид второй группы, нашел в эвакуационном пункте. Я 10 лет там живу. За 10 лет никогда такого не было. Это два года тому назад был, когда Кандагачевский плотину прорвал, но вода достигала до... Там есть специальный ручей, где протекает. До туда и только достигал воды, но не затапливал ни один дом. А на этот раз прям момент. Вот прям буквально за какие-то считанные минуты он уже добирался быстро. И вот. Как он сейчас живется? Живется. Ну как живется. Люди помогают. Он каждый. Он все приходит. Вещи приносит, продукты привозит. Малыши уже забыли ночную эвакуацию и играют совсем беззаботно. Они еще не знают, что остались без крыши над головой. А вот Аннара Бельдаева еле сдерживает слезы, когда рассказывает, как за считанные часы ее семья из девяти человек осталась без жилья. Для них дачный домик – единственный собственный угол. В общем, многие остались без ничего. Но с кредитом. Кредитки затолбит. У нас в семье трое маленьких детей. Жили с родителями мужа и его братом в коллективе «Геолог» с 2007 года. Дом наш стоял на 12 сотках земли. Сейчас вся мебель, телевизор остались в воде. Кредиты имеем. Гуляем Дерманова попала сюда также из зоны потопленных дач. Сначала женщина ютила с детьми у родственников, потом пришла в эвакуационный пункт. Женщина показывает на фото свой затопленный дом, в который они с супругом вложили всю душу. Затопила все – и кроликов, и две машины, и комнаты с евроремонтом. Сейчас пострадавшая от наводнения в ожидании компенсации от властей. Вчера приходил Аким в город и обещал нам помочь. Мы очень надеемся, что нас не оставят без помощи. Здесь же в столовой организовано и питание. Три раза в день повара готовят горячее питание. С продуктами говорят, что проблем нет. Их бесперебойно в школу завозят волонтеры. Без еды никого не оставляем. Готовим все, как положено. И первое, и второе. В столовой 15-й школы я работаю пять лет. Сама живу на Махамбетовке. У меня у самой беда. Мой дом тоже в числе потопленных. Однако работать надо. Кормить людей необходимо. Помогают пострадавшим от наводнения и медики. Днем и ночью в пунктах организовано дежурство врачей станции скорой медпомощи. От переживаний у многих женщин скачет давление. Мы как медики оказываем помощь. Следим за обстановкой. Все связано со старшим врачом. Через каждые 4 часа приезжаем, осматриваем, спрашиваем у людей, как себя чувствуют. Не нуждается ли кто помощь. Не наблюдаем состояние паники. Такого ничего не наблюдаем. А это уже неравнодушные октюбинцы. Компанию по сбору необходимых вещей, продуктов питания в октюбе организовали буквально за ночь. На сообщениях в социальных сетях с просьбой поддержать жителей пострадавших районов сразу же откликнулись сотни горожан. Кто-то помог с теплыми вещами, кто-то потратил часть зарплаты на продукты и другие необходимые вещи. Приходят с помощью и от лица целых организаций. Это со всеми может случиться. Просто люди должны помогать друг другу себе. А так снова все узнали. Наша организация водой занимается. Вот мы передали воду для людей. Хоть какая-то помощь. Городские власти развернули десятки временных пунктов приема эвакуированных граждан. Большие пункты обустроены в 15-й, 26-й, 40-й школах и школе имени Мухтара Арынова. Горожане откликнулись на общую беду. Сегодня весь день сюда несли одежду, еду, игрушки. Можно сказать, что беда жителей октюбинской области все же объединила желанием помочь. В Казахстане появился аналог зарубежных интернет-поисковиков. Юверт – так называется первая казахстанская поисковая система, которая будет возвращать пользователям деньги. Ее разработчиками являются карагандинцы Ренат Хисамов, Александр Дьяков и Константин Злопенко. Мы его с тобой получили. Я тебя поздравляю. Вот такой вот хороший... Разработчики отечественной поисковой системы поздравляют друг друга с получением патента. По их словам, данный документ доказывает, что аналогов в Казахстане этому продукту нет. Это единственный отечественный поисковик, который вскоре может составить конкуренцию мировым брендам. На его разработку изобретатели потратили 20 миллионов ценге. Сейчас поисковик работает в бета-режиме. Для его полного внедрения нужны дополнительные инвестиции. Самая главная цель заключается этого поисковика от АВА, от именно конкурентов, от Янглс, Гугл, Майору. То, что поисковая система Юверт будет возвращать пользователю деньги путем полученной от рекламодателей. То есть то, что компания заработает, часть прибыли будет возвращаться нашим пользователям. За доверие, за то, что они потратили время на данный продукт. Денежные выплаты от 500 до 5000 тенге смогут получать только зарегистрированные пользователи. Заработанные бонусы можно потратить на оплату услуги связи, покупки в интернет-магазинах и многое другое. Еще одним преимуществом, по словам разработчиков, является информационная безопасность. В данный момент к нам поступают разные предложения, в том числе о выкупе авторских прав иностранными компаниями. Однако мы их не рассматриваем. Единственное, можем рассмотреть вариант привлечения иностранных инвесторов. Но авторские права должны быть за нашей страной. Ведь только так мы сможем перечислять налоги именно в наш бюджет. Сейчас на сайте uver.kz открыта предварительная регистрация. Разработчики проекта намерены и дальше развивать поисковую систему, пополняя базу новыми сайтами и компаниями. Однако самое обидное, что пока поддержать отечественный продукт спешат далеко не все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова